Приветствую вас мои боевые булочки и суровые бродяги. Распределение в Сталкрафт довольно щепетильная тема. У кого-то оно работает как по маслу, а кто-то на ветеранке попадает к мастерам. У каждого игрока есть свой уникальный опыт взаимодействия с этой неоднозначной системой. Небольшая историческая справка. Скорее всего вы об этом слышали, но когда-то системы распределения в игре не было вовсе. И новички-болотники, и ветераны в штурмах играли на одних серверах. Это создавало сильный дисбаланс, но увеличивало социальное взаимодействие между пластами игроков. С перестройкой от этой особенности решили отказаться, введя систему распределения. Изначально она работала исходя из подсчета очков силы, дающихся за экипировку, оружие, артефакты и статистику персонажа. Сейчас от этой системы остался лишь рудимент в виде индекса снаряжения, который давно ни на что не влияет. Нынешняя система распределения скрыта от глаз игроков, и неизвестно, будет ли раскрыта для комьюнити когда-либо. Кроме того, многие игроки жалуются на ее несправедливость. Ветеранская экипировка их кидает к полумастерам или вовсе к мастерам. Ну а прежде чем мы перейдем к раскрытию проблемы и инструкциям по борьбе с ней, хочу напомнить про мой бустим. Если у вас есть желание поддержать мой канал или научиться зарабатывать самые большие деньги в игре путем перекупства, анализа рынка, спроса и предложения, а также периодически получать четкие инструкции для приумножения капитала, подпишитесь. Благодаря вашей поддержке я могу заниматься своим творчеством. Огромное вам за это спасибо. Раскрытие проблемы. Часть 1. По официальным данным мы имеем 9 уровней распределения игроков и 26 уровней экипировки. Несмотря на явные изменения в работе распределения, его представление в виде числа, считающегося по определенной формуле, остается на месте. Точная формула подсчета неизвестна, однако известны ее составляющие, максимальная экипировка и уровень ее заточки, с которой персонаж выходил в открытый мир. Качество и прокачка надетых артефактов, а также соотношение ваших смертей к убийствам. Пожалуй, важно отметить, что если вы выбили мастерскую экипировку, но еще не готовы переходить на следующий уровень распределения, просто не выходите с ней в открытый мир. Можно даже заходить в сессионные бои, главное не забывать снять ее перед выходом с базы. Мне неизвестно, влияют ли персональные артефакты или только надетые, но одно известно точно, передаваемые артефакты никак не влияют на ваш уровень распределения, поэтому не бойтесь ими торговать. Влияние убийств и смертей, в свою очередь, зависит от вашего положения в игре. Чем вы дальше в развитии, тем меньше оно влияет. Также по наблюдениям, больше всего на распределение давит не просто КД, а наибольшая серия убийств. На ранних этапах она может серьезно повысить ваш уровень распределения, поэтому стоит избегать длинных серий убийств. Возможно, стоит даже намеренно убиваться об других игроков, если вы не хотите повышать уровень распределения. Раскрытие проблемы. Часть 2. Говоря о несправедливости распределения, игроки обычно имеют в виду то, что в сталкерском снаряжении их кидает к ветеранам, или например ветеранов кидает к мастерам. Почему так происходит? Во-первых, стоит понимать, что броня и оружие это не первостепенный фактор распределения. Есть уровни распределения, но они не имеют строгой привязки к какому-либо уровню экипировки. Ваше снаряжение определенно имеет сильное влияние, но не является определяющим фактором в уровне распределения. Большинство из тех, кто замечает повышенный уровень распределения, имеют повышенную статистику и большую серию убийств на своем персонаже. Именно за этим фактором труднее всего уследить, поэтому будьте внимательны. Максимальную серию убийств нельзя снизить. Другим фактором может быть заточка. Она тоже в значительной степени влияет на уровень распределения. Это может быть не очевидно, ведь первые уровни заточки дают малый процент увеличения характеристик, но несмотря на это все еще влияют на распределение. Советы и факты Раз существуют завышенные распределения, то должно существовать и пониженные. Так ли это? Да, оно существует, и вполне себе реально встретить полумастера, будучи при этом в фуллмастерском шмоте. Разберем, что для этого нужно. Для начала, на что мы можем повлиять? Максимальный уровень надетой экипировки мы занизить можем. Заточку занизить тоже. Влияние артефактов нам неизвестно, поэтому остается КД. Именно чудовищно низкий КД на уровне 0,2 позволит вам снизить уровень вашего распределения. Однако, лучше все же не мучить себя занижением статистики, поэтому скажу о том, как находиться на комфортном уровне распреда при положительном КД. Первое, заточку оставить до лучших времен, максимум на который можно точиться, если вы не хотите повышать уровень своего распределения, плюс 5. Дальше уже опасно. Второе, не персить качественные и хорошие артефакты. В нашем случае, если вы хотите сделать себе сборку, ведь среди артефактов есть градация не только по качеству и заточке, но и по характеристикам, которые они дают. Солнце будет значительно лучше, чем ягода, соответственно и по распределению выше. Третье, первым делом бартерить обвесы и контейнеры, поскольку на распределение они не влияют, и даже получив мастерский контейнер или обвес, игрок со сталкерским снаряжением останется на том же уровне распределения. Четвертое, переходить на следующий уровень шмота одновременно и оружием, и броней, таким образом при прочих равных у вас или противника не будет перевеса в одном из элементов экипировки. По итогу мы можем сказать, что распределение работает и имеет некоторые весьма логичные принципы функционирования. Основная проблема для игроков заключается лишь в том, что процесс и формула начисления так называемых очков силы скрыто и официально не оглашается. Из-за этого игроки не могут четко проследить логику распределения и понять, по какой причине их кидает выше или ниже их текущей экипировки. Разработчики могли бы открыть распределение, но они сами не уверены в его стабильности, поскольку на стримах неоднократно говорилось о том, что при открытии возможно злонамеренное использование системы, то бишь различные абусы и обходы. Кроме того, открытие добавило бы новые вопросы и претензии по поводу справедливости начисления очков распределения, вне зависимости от результатов. Возможно, именно поэтому разработчики не видят смысла в том, чтобы делать распределение открытым. Кстати, если вы хотите обсудить что-то с опытными игроками в Сталкрафт или вам нужна помощь, заходите в группу Дискорда. Торговые чаты, помощь новичкам, уведомления о выходе роликов и просто приятное общение. Ссылка находится в описании. Ну а на этом у меня все, спасибо за просмотр, увидимся на просторах Зоны Бродяги. Зоны Бродяги И после ушел никуда И не откуда пришел он, и после ушел никуда